Всем привет дорогие подписчики и гости моего канала, на связи снова Дробивка, и как и обещал в предыдущем видео, записываю очередное видео на тему, будем использовать сейчас дробовики трех разных производителей, посмотрим насколько они эффективны, но в этот такой, в дополнительное оружие я беру вот этот эпичный пулемет, он себя уже оправдал, но на самом деле мощная штука, вообще просто сносит, на арене показал себя с лучшей стороны, так, и начнем наверное, ну с этого, да, у него, значит тут, что у него здесь, у него мощность хорошая, в магазинстве, радиус не очень большой, но скоростейный 60, наденем его, так, и начнем проходить и кстати, все это ништяки, которые получил с предыдущей второстепенной миссии, оказались на два раза меньше мощности, чем у меня уже есть, поэтому я их просто продал, и опять же продал никуда, потому что деньги больше не копятся, а просто 500 как есть, так и остаются, хотя я уже на самом деле, ну короче потратил 400 тысяч просто на обмундирование, даже деньги куда-то надо убить, в итоге опять прошло какое-то время, даже какое время прошло, три раза на арене сыграл, и в итоге опять все собрал, так, ну начнем, так, по внешнему виду, выглядит прикольно, без, конечно, прицела какого-то, специального, но, а это вот, который, это такой, дробовичок, ой, это такой, пулемет, все пулеметы высшего ранга, они, блин, вообще с окраской обалденные, вот этот, допустим, такой, у меня там другой еще есть, с военной такой окраской, ну, блин, красиво сделано, конечно, я сразу вспоминается этот, как он, полудивка, так, ну ладно, тут у нас ящиков не даются, поэтому просто проходим, смотрим, насколько он крутой, этот продовичок, ну, мощность иногда заявлена была хорошим, с одного раза, грубо говоря, убивает, ну, не с одного, но, блин, мощность, все равно, Ann emergency organism н можно? Звук удар, при ништяка, Squadron при дизай, руку на экзамен, д hugely уксотировал, Магодин маловат, конечно. Не, на дробовику прицел нахрен не нужен, толкать не умолок. Я ничё-то не сделал, я не использую. Ничё-то не умолок. Ничё-то не умолок. Ничё-то не умолок. Ничё-то не умолок. Мы только первую модель пробуем. Но пока эмоции положительные дают. Внешний вид, во-первых, хороший. По мощности мощная штука. Сейчас посмотрим следующий, и уже будет какой-то вариант сравнения. Сейчас посмотрим, что получили. Наверное, получили, как обычно, какашку какую-нибудь. Ну да, естественно, какашку инвалировать. Так. Это, значит, у нас был редкий дробовик от компании AT-DRAG-2. Так. Ну... Хорошо. Теперь следующий у нас. ПЗ-5 СМАТСКАМЕР-2. Так. Что у него, значит? Здесь 841-60-03-37. А здесь 118-102-03. Объём, объём больше магазина. И страйв тренинг больше. Не меньше урон. Сейчас посмотрим. Как он себя покажет. Меньше урон, но всё остальное лучше. Возможно, это не просто так. Ну, в плане того, что это не хуже. Ну, это не сладко. Ну, выглядит внешне как и предыдущий, в принципе. Только прицел у этого немножко другой, а так-то похож на тот, который был. Субтитры сделал DimaTorzok И что можно сразу сказать. Ощущается, конечно, то, что мощность у оружия меньше, чем у кого-то, потому что тот, конечно, из двух раз не слажал из одного брюсей всяких, а здесь, конечно, приходится пострелять. Но скорострельность, да, чувствуется у него больше. Скорострельность больше. Объем магазина тоже больше. Но, блин, то, что мощность меньше, она, конечно, видна. И визуально вы чувствуете так. Обойдусь. Да, быстро. Ну, так, что можно сказать. В принципе, в принципе, урон меньше сразу чувствуется. Урон, конечно, 500 и урон, как у предыдущего, 800 чувствуется. Но там был меньше магазин, но как-то, когда урон больше, ты быстрее убиваешь, поэтому магазин как-то не очень-то и влияет. Здесь магазин больше, скорострельность больше, но урон меньше. И пока, если брать предыдущий и этот, я выберу тот, который более мощный. Ну, опять же, лично я, но потому что все-таки мощность пока для меня важнее, чем, допустим, скорострельность. Нет, скорострельность тоже важна, да. Но пока беру, короче, первый, который был на первом месте, ставится. Второй пока на втором. Сейчас посмотрим еще третий. Мне уже кто-то из них разделит третье место. Получил какое-то говно. Через 42-й день. Так, ладно. И у нас что тут у нас появляется? Последний мы пробуем сейчас. Вот этот. Редкий дробовик от компании Гори Гожирза 2. Тут на что? Мощность 580,2, скорость 380,2. Радиус 4. И объем магазина 6. А у этого был 7. Не мощность больше намного. Скорострельность 60. Здесь МД. Здесь радиус 3. Здесь 4. А здесь 10, 117. У этого самая лучшая, короче, скорострельность. И самый большой магазин. Но пока, короче, это на первом. Это на втором. А это, видимо, на третьем. Сейчас посмотрим, насколько он. А по визуальным моментам этот и этот не отличается, в принципе. Так, ну. Неслась. Последний дробовик. Сейчас посмотрим, насколько он лучше. У этого мощность тоже меньше, но скорострельность лучше, видимо. Не, на скорострельность там, по-моему, магазин будет меньше. Ладно, сейчас посмотрим, на деле, как он себя покажет. Так, ну. Внешний вид. У меня айс. Тиненький мне больше нравится. Так, ну и Тему стоим. У него есть. Написано, что помочь морпьевам отбить. Вот тут дети просто стоят. О, там башки. Ну, блин, как я дробовиком буду? Бред, конечно. Да, на каждой миссии брать дробовоик не стоил. Но я-то не знал, что такое будет фигня, то есть. Вот так интересно взять те патроны. О, и было как подкрепление. А подкрепление приходит как в этом, как в игре Warhammer. Кто играл в эту стратегию. Блин, классная штука. Что на компьютере засиживалось? Опять, блин, дали обычное штука. Ну, блин, и свозь просто. Что они не подходят, например. Ну, не пистолет дали. Ой, пистолет или нет. Блин, у меня еще кинзи здоровые. Блин, у меня еще кинзи здоровые. Добьюсь, а добьем. Благодаря своему магазину, конечно, и мощности. Это просто великолепный пулемет. Ну, конечно, нельзя было бы, как бы, в принципе, сравнить те миссии, которые только что были, там надо было бегать. Ну, и здесь просто, грубо говоря, стрелять, как в кире. Но все равно, даже по внешнему, ну, по тому моменту, как получилось, по внешнему виду ставлю троечку. Мне такой цвет не нравится. Но, опять же, это на любителя, но все равно, как бы, синенькие более привлекательные. Потом прицел, ну, как-то тоже не очень. Убойность тоже не очень. Скорострельность так себе. Ну, и, короче говоря, достойно третье место. И всех пока оставлю тот, который самый первый был, самый мощный. Но все остальные пока толку от них мало. Ладненько, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока-пока.